МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На мой взгляд, не имели права продавать, но это моя позиция. При покупке игрушек обязательно обращайте внимание на знак ЕАЭС. Если на упаковке его нет, от товара лучше отказаться. Здесь его нет, соответственно, она не прошла подтверждение, ее соответствие обязательным требованиям технического регламента, можно у Союза, который я назвал, она и можно находиться в обороте. Игрушка не прошла подтверждение, значит, небезопасна. Нет срока годности, не соответствует стандартам качества. Кукол, мечи и шарики нужно хранить столько, сколько указано на упаковке. После они могут выделять токсины. Особенно это относится к лизунам и слаймам. Плюс ко всему, зачастую они так приятно пахнут, что дети так и норовят их съесть. Те составляющие, из которых сделаны игрушки, они могут вызывать симптомы и по типу отравления. Поэтому здесь необходима помощь. Ребенок может и полизать, и проглотить такие игрушки. И, конечно, такие пациенты поступают к нам, и мамы с папами обращаются, и скорая помощь привозит. Это к нашим доблестным токсикологам. Если неприятная ситуация уже случилась, обязательно возьмите игрушку с собой в больницу, чтобы врач знал состав лизуна или слайма. От этого зависит будущее лечение. А вот и еще один злой враг. Он поселился во многих детских комнатах и каждый день угрожает жизни малышей. Магнитный конструктор. Дети глотают детали, которые попадают в желудок, и там могут склеиться. Страдают и дыхательные пути. Всегда вот такой тревожный симптом подозрения на новородное тело это внезапно появившийся кашель на фоне полного здоровья. Чем меньше ребенок, тем больше игрушка. Главное правило. Малыш не будет смирно собирать конструктор. Он начнет складывать детали в нос и уши. Самое главное, что не надо пытаться самостоятельно достать. То есть очень правильно, аккуратно всегда достанет инородное тело лор-врач. Инородные тела в носовых ходах могут находиться очень длительно, особенно маленькие. И в этом случае их нахождение может вызывать присоединение инфекции. У ребенка будет длительно течь ренит. Любые игрушки с движущимися лопастями стоит держать подальше от детишек. Ручной вентилятор или летающая фея таят опасность. Управляя ими, ребенок может не рассчитать действия и поранить руку или запутать предмет в волосах. Ну а если все же хочется поиграть с опасной штучкой, то сделайте это вместе со своим чадом.